Администрация региона планирует снизить нагрузку на бюджет путем реализации механизмов государственно-частного партнерства. Речь идет об объединении ресурсов власти и бизнеса в сферах по оказанию услуг населению. В качестве примера на заседании Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности привели пример жилищно-коммунального хозяйства региона. По словам экспертов, это одна из отраслей, которую округ может передать в управление бизнеса. Но только при выполнении определенных условий. Одно из них – инвестирование в развитие и модернизацию. Наряду с жилищно-коммунальным хозяйством в перечне приоритетных отраслей для развития государственно-частного партнерства включили энергетику, транспорт, образование, здравоохранение и туризм. Перечень разработан и утвержден в соответствии с дорожной картой по развитию институциональной среды в сфере ГЧП. Вы все видели новость, что разрабатывается предложение по передаче турцентра. Это как раз есть одна из форм государственно-частного партнерства. Что касается объектов жилищно-коммунального хозяйства. Обращаю внимание, смысл государственно-частного партнерства и смысл заинтересованности органов государственной власти в реализации именно ГЧП – это снижение нагрузки на бюджет. Если это касается объекта коммунальной инфраструктуры, значит предприниматель должен доказать, чем он лучше владельца государственного предприятия либо акционерного общества. То есть это должен быть оптимизированный сниженный тариф, обоснованный. Сегодня на законодательном уровне региона подготовлен проект поправок, который актуализирует нормативный акт о ГЧП. Создается специальная рабочая группа. Далее планируется создать систему мер стимулирования инвестиций в ГЧП-проекты, которая будет включать в себя выделение земельных участков, предоставление налоговых льгот, субсидий и преференций, оказание правовой, информационной, консультационной и иной поддержки. Как отмечают эксперты, реализация ГЧП станет возможной только тогда, когда будет определён перечень конкретных объектов. В этой связи предпринимателям предложили выразить свои пожелания о возможности участия в проектах государственно-частного партнерства. Надо понимать, что нельзя просто прийти с улицы, не имея средств, и сказать, что вот это я хочу эксплуатировать и извлекать прибыль. Потому что любая концессия, любое соглашение партнерства, оно предполагает не только снижение и сдержек бюджета на содержание этого, но и инвестиционную составляющую. То есть необходимо будет привлекать кредит и улучшать это имущество, а не изношенные сети, так сказать, убить до конца и всё, и потом с этой темой уйти. Стоит отметить, что сегодня в Ненецком округе нет ни одного проекта государственно-частного партнерства, хотя соответствующая нормативно-правовая база была разработана ещё в 2011 году. В России этот механизм работает уже более 10 лет. ГЧП-проекты реализуются прежде всего в транспортной сфере и коммунальном хозяйстве. Самый успешный ГЧП-проект в масштабах страны – реконструкция и модернизация аэропорта Полково в Санкт-Петербурге. Процесс проходил при совместном участии бизнеса и власти. Но стоит отметить, что государственно-частное партнерство – это не только передача уже существующего имущества на правах концессии, в аренду или по соглашению о партнерстве, это и также совместное строительство и эксплуатация новых объектов. Так, наши соседи на Ямале запустили первый ГЧП-проект в 2014 году. В рамках соглашения, подписанного между правительством региона и группой строительных компаний ВИЗ, предусмотрено возведение шести общеобразовательных учреждений в Салихарде, Новом Уренгое и других населённых пунктах Ямала. Задача Ненецкого округа сегодня – проанализировать имеющиеся у региона ресурсы, изучить заинтересованность со стороны бизнеса и предложить к реализации конкретные ГЧП-проекты.